Примерно раз в три года я завожу этот запорожец. Нужен повод. В этом году повод обшивка фасада кедралом. Запорожец три года стоял вот тут, и просто он мешал бы поставить леса. На эту работу я попросил выполнить Павла, и пообещал ему завести запорожец. Да? Обещал? Да. Павел обещал, что мне быстро и хорошо сделают, а я обещал, что завел запорожец. Павел свое слово сдержал. Уже почти сделали все, и вот на этом доме мне очень нравится, как сделали. Вот, а я сдержал обещание, завел запорожец. Капот закрыт. Как на всех машинах. Есть рычажок, который надо дернуть. И тогда он откроется. А, значит, здесь под капотом, немножко не так, как было по-родному. Значит, действительно тут место для аккумулятора. Только он стоит поперек, и накрыт сверху. Он пониже обычно, в ямочку, здесь фанеркой он накрыт. Здесь обычно стоит бензобак 30-литровый. Он прогнил. Ну и специально, чтобы немножко прокатиться, я поставил сюда бензобак от мотоблока. А еще тут штатно стоит вертикально запасное колесо. То есть, в багажнике у этой машины бензобак, аккумулятор, запасное колесо. И вот, смотри, вот здесь резиночка штатная должна быть. И вот здесь. На этих двух резиночках лежит фанерка. Вот еще резиночка. Такая фанерка специально вырезанная. Вот в эту штучку она заходит. И, собственно, весь багажник, он вот тут. Одна 20-литровая канистра вмещается в этот багажник. Больше ничего не вмещается. Но, на самом деле, в этой машине есть место, куда можно поставить чемодан. Сейчас сиденья сняты совсем. Но, когда они есть, спинка заднего сиденья вот так идет. А так само сиденье. А вот эта спинка, это спинка для вещей. То есть, в этой машине сидят 4 человека. Маленькая коробочка впереди. И сзади еще что-то можно положить. Ага. Пока не прогрелся, плохо держат холостые. Если сесть в кабину и газовать, то нормально. Но есть способ заводить его с ключа, не садясь в кабину. Вот стартер. Вот здесь. Когда нажимаешь на кнопку старта, замыкаются контакты вот этой и вот этой. Я могу это сделать. Маленько прогрелся. Появились холостые. А сейчас покажем, как его заводить из салона. Тормоза. Ключ на старт. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Значит, вот этот автомобиль, Запорожец, на самом деле родился как москвич. Сначала на московском заводе имени Ленинск-Комсомола собирались выпускать микролитражку в конце 60-х, сделали опытные образцы. Но потом было принято решение наладить серийный выпуск этого автомобиля на запорожском заводе Коммунар, который выпускал какую-то прицепную сельхозтехнику. То есть этот завод сельскохозяйственный был исходный. Вот, машина очень интересная. Машина немножко похожа на легендарный Fiat 500, но на самом деле она адаптирована под Россию, и она взяла в себя много хорошего от других моделей. У Fiat 500 передняя подвеска на поперечной рессоре, довольно смешная. Здесь передняя подвеска больше похожа на Volkswagen Juke. Торсионная подвеска, два торсиона, рычаги, очень надежная подвеска. Значит, да, машина очень легкая. Моя любимая шутка. Вот, поднять ее. Сколько весит? Да, она вся весит 600, а передок просто пустой. Вот. В отличие от Fiat, здесь полноразмерные колеса. У Fiat колеса 12-дюймовые, по-моему. Здесь 13-дюймовые, с довольно большими колесами. Сейчас стоят не родные, родные чуть поменьше, поуже, но все равно довольно крупные. Значит, мотор, в принципе, стоит на том же месте, что и у Fiat 500. Машина заднеприводная. Мотор и коробка передач собраны в один блок. Это мотор 30 лошадиных сил. К сожалению, ремонтировать его приходится часто, но машина условно ремонтопригодная. А вот эта деталь съемная, вот эта деталь, и когда ты ее снимаешь, весь мотор перед тобой, более того, такой мотор снимают с машины, ставят под него табуреточку или пенечки, и выкатывают машину вперед относительно мотора. Он остается на месте. Мотор прикручен, это отдельная история. Смотрите. Мотор прикручен вот здесь, к щиту, вот в этих точках, вот в этих. То есть никакого крепления сзади нету. Но, а если еще более подробно, то в этих точках прикручен не мотор. Вот это коромысло. Это коромысло прикручено к коробке передач, а мотор прикручен к коробке передач. То есть здесь мотор висит на коробке передач. Ну, а коробка передач сблокирована с дифференциалом. Машина очень интересная. В ней были вот какие решения. Это кузов очень старый, 65-го года выпуска. Значит, в ней был предпусковой подогреватель. Вы не поверите, он был. Смотрите. Вот здесь у запорожца стоит отопитель обычно. Он очень ненадежный, но, тем не менее, когда он есть, он стоит здесь. Вот здесь отопитель дует теплым воздухом по коробам. Нет, по тоннелю по центральному и в ноги. Когда печка работает, в ней жарко. Но еще был режим предпусковой подогревателя. Вот сюда посмотрите. Видите? Вот тут я снимаю заветную крышечку такую. Ох, ух ты! Снял крышечку. Вместо этой крышечки ставили шланг печки. И можно было завести сначала печку, прогревать двигатель. Никогда не работало, но задумано было. Когда я учился еще на пятом курсе института, я купил свой первый автомобиль в жизни, горбатый запорожец. У папы был ушастый, а я купил себе горбатый, сильно не новый. Года три он у меня был. А потом я его продал другу, Александру. Друг на нем поездил, попал в аварию, в сильную купил еще два, из трех сделал один, от второго и третьего остались запчасти. И всю эту кучу мой друг Александр продал моему другу Васе. А когда Васе все это тоже надоело, я у Васи все это забрал за какие-то деньги небольшие. Это было больше 20 лет назад. Ну, было желание восстановить, тогда он был менее гнилой. Сейчас он гнилой в дым, концепции нету никакой, но заводится. Ну, на самом деле, концепций много, но времени нету в жизни. Да, Лен, времени нету, огород надо всхаживать. Вот, всхаживать огород надо в основном. Вот. Времени нету, никак не начну ничего делать. Восстанавливать его в идеальное состояние бессмысленно, он слишком гнилой. Вот. Какое-то хулиганство, да, у меня есть проработки на хулиганство. Может быть, этим летом что-нибудь сделаю. Вот, может быть, это была сегодня последняя поездка до того, как я его разберу. Просто, пока он стоит гнилой, но в комплекте, можно думать о том, какая концепция. Как только я его разберу без концепции, там, года на три, всё, я уже потом ничего не найду, где чего лежало. Он просто вот сейчас хранилище комплекта своего. Вот. То есть, надо, чтобы что-то делать, надо его полностью разобрать, что-то сделать с кузовом, и потом уже обратно собирать, не потеряв никакие детали на этом пути. Может быть, я этим летом начну что-нибудь делать. Посмотрим. Одна из фишек этой машины, это вот эти вот родные номера 9336 МОД. Серия МОД была в Москве в 60-е годы. Вообще, тогда машин было мало, и по номеру примерно был понятен год выпуска. МО, МОД, МОЛ. Это 60-е годы. МК, 69-й, 70-й, МКЕ, МКП. У моего отца была машина 77-го года выпуска. ММЯ был номером ММЭ. Потом пошло МНЕ. МНК, МНС, МНУМНИ. Известные шутят на эту тему обычно. МНУМНИ. Это реальные номера конца 80-х. А потом пошли номера на белом фоне, но не такие, как сейчас. Регион не был обозначен цифрами. Был другой код. У меня, например, была машина П, маленькая, 35-32. МНЕ. МЭ, Москва. Ну и какие-то цифры. Так вот, этот номер у этой машины чудом. То есть, эта машина, вот, она была перерегистрирована на моего друга Васю в 92-м году. В 92-м году уже были другие номера. Так почему же сохранили этот номер? Был короткий эпизод, когда в Москве кончились все номера. И на короткое время разрешили оставлять старые. То есть, эти номера здесь остались чудом. Но если я сейчас буду делать все какие-то регистрационные действия, ведь номера уйдут. Ну, куда? На помойку. Поэтому, ну, одна из причин, что я ее не делаю. Очень они органично на ней смотрятся. Красиво. Так что, эта машина для дачи, без особой легализации. Делать ее под современные требования в правил дорожного движения, конечно, бессмысленно. Ездить на ней по шоссе невозможно. Ее мотает, кидает из стороны в сторону. Она не очень устойчивая. Ну, километров до 95-ти я разгонялся на такой машине, когда ездил сам в час. Но это уже ты чувствуешь себя летчиком, когда ездишь в 95. Но на разгоне у нее динамика хорошая, поскольку у нее энерговооруженность, на самом деле, такая же, как у Жигулей по тем временам. У нее на 600 килограмм 30 лошадиных сил. Но это все равно, что на тонну 50 лошадиных сил. А 50 лошадиных сил считалось много в те времена. 50-55. Так что такая интересная машина. КОНЕЦ Продолжение следует...